Поверила в чудо и отдала последние деньги. София Васильевна вышла в подъезд на собрание жильцов и попала в сети распространителей псевдомедицинской техники. Лица, представившиеся сотрудниками соцслужбы, предлагали купить исцеляющие суперсовременные приборы. Мы дарим тем, кто болеет. Кто инсульт перенес? Два аппарата у нас. А у нас было 7 человек пенсионеров. У кого инсульт был? Я руку подняла. И на 9 этаже Татьяна Алексеевна тоже инсульт перенесла. Мы руки подняли. Он говорит, вот вам и подарим. Он стоит 47 тысяч, а мы вам подарим за 11 100. Эти чудо-тапочки должны были спасти женщину от большинства болезней, известных в современной медицине. Не прочитав инструкцию, женщина поспешила отдать деньги за эксклюзивный товар. Сейчас пенсионерка говорит, что не иначе, как загипнотизировали. Чек 11 100. Распишитесь. Я расписалась. Вот инструкция. Давайте я вам покажу, как лечиться. Оденьте тапочки, включила электричество. Чего там? А что еще будет? Говорю, вот коленка. Вот сейчас. Тут две пластиночки еще лежат. Вот. Белое и черное. Она прикрепила к коленкам. Тоже включила к электричеству. И прямо мне это. Так защипала тут, правда, заработала. Во вся мночь я после этого два дня скорую вызывала. Из целяющей тапочки на деле оказались обычным массажным прибором бытового обслуживания. И начались мытарства 76-летней пенсионерки по инстанциям. Сначала женщина обратилась в полицию. Заявление не приняли. Затем в администрацию. А после пошла по указанному в чеке адресу. Там указано, что 24-й офис. Гермес на улице Кузнецова. Мы находимся там. Но их не найдешь. Хоть они себя и рекламируют, но их там не найдешь. Один секретарь там, Олечка, ходит. Я, значит, побежала и Олечку не нашла. Никого не нашла. Ушла. Индивидуальный предприниматель, который торгует тапочками, официально зарегистрирован в Волгоградской области. Именно туда и придет жалоба, которую пенсионерки помогли составить в отделе защиты прав потребителей городской мэрии. Потребители вводят в заблуждение, то есть нарушается закон о защите прав потребителей, а именно статья 10 и 12 закона, в соответствии с которой потребитель имеет право на полную и достоверную информацию о товаре. Если такая информация не предоставляется, потребитель имеет право расторгнуть договор купли-продажи и потребовать возврата стоимости такого товара. На основании этого законодательства мы составляем письменные претензии. Впоследствии, если претензия не будет улетворена, нами будут подготовлены исказовы в суд. Сюда в администрацию такие несчастные и обманутые пенсионерки приходят регулярно. Каких историй здесь только не слышали. И кастрюли за 80 тысяч покупают, и постельное белье с лечебным эффектом за 30, и фильтры для воды более чем за 50 тысяч рублей. Массажные тапочки – тренд этого сезона. Мы советуем, во-первых, быть бдительными, не открывать двери незнакомым людям, не подписывать никаких документов, не передавать свои паспортные данные. Надо помнить, что все медицинские приборы необходимо использовать только по назначению врача, только после консультации, тем более в таком преклонном возрасте. Такие распространители ходят по квартирам только в дневное время, когда дома остаются только пенсионеры. Из них выбирают самых наивных и доверчивых. Добродушные бабушки и дедушки для поддержания здоровья готовы отдать еще и не такие деньги. В подъезде Софии Васильевны поверили в исцеляющий эффект прибора только две пенсионерки. Остальные оказались более подозрительными. И не купила, за тысячу бы не купила, не только за одиннадцати, потому что сразу у меня подозрение, что это мошенники. А не подсказать, не могла, милая. Что же не подсказали? А почему подсказать? Она что, глупая, что ли? Наша съемочная группе София Васильевна пообещала, что больше незнакомцам дверь не откроет и все медицинские приборы будет покупать только в аптеке. Теперь женщина ждет результатов работы сотрудников администрации и готова судиться с волгоградскими находчивыми продавцами, играющими на людской доверчивости.